Барнаульская гор-электросеть Тем временем в Сингапуре футболисты ходят по домам, приглашая фанатов на матчи. Футболисты клуба высшей лиги Сингапура Баллестье Халса, недовольные матчами при полупустых трибунах, решили пополнить, так сказать, боленщинскую базу, лично обходя дома потенциальных зрителей. Среднее число зрителей на матчи Сингапурской лиги за прошедший год упало до 932 человек. Не тысяч, а просто человек. Чем чаще игроки стучатся в двери фанатов, тем больше шансов, что они познакомятся с жителями, сказал президент клуба. Кто знает, возможно, любопытство возьмет верх, и они придут на 1-2 наших матча. Бывший тренер Барселоны шпионил за игроками вне поля. Хосеб Гвардиола в свою бытность проявлял столь сильную заинтересованность в приватной жизни некоторых футболистов команды, что за ними устанавливалось наблюдение. Под колпаком находился, в частности, защитник Жерар Пике. С тех пор, как он начал встречаться с певицей Шакирой, Гвардиола считал необходимым постоянно удостоверяться, что игрок сосредоточен на работе, а не на вечеринках. Время от времени тренер звонил своим игрокам удостовериться, находится ли они дома или в увеселительном каком заведении. Обратимся к местным событиям. Редкостный турнир из количества участников свыше 600. Таковой состоялся в спорткомплексе «Опь». Ощущалось, что мы все словно в одной большой сауне. За два дня каратисты из восьми регионов России разыграли почти 50 комплектов медалей. Турнир «Алтайский медведь» – это добрая традиция, собирающая сильнейших спортсменов Сибири. В 12-й раз 10-летние мальчишки и девчонки состязались в дисциплинах ката и кумите. Ну, не только 10-летние. Я занимаюсь кальте 8 лет. Успехи? Титулы? Ну, успехов пока мало. Ну, только вот это, сибирские. Ну, как бы, перец из Сибири выиграл и все пока. Какая вообще мечта у тебя в каратах? Ну, выиграть мир, Европу и так далее. Развиваться в этом. Это возможно? Как у тебя шансы? Какие? Ну, шансы, да, велики. Ожидаемо сильно выступили бийские девушки Вероника Буторина и Ася Халикова, а также Татьяна Апарина из Ребрихи. Подтвердили звание сильнейших победителей первенства России 2012 Настя Калиденко и Кирилл Лобанов из Ребрихи также. В общем, ограничение контакта у детей приводит к тому, что они начинают больше обращать внимание на технику и на скоростные, на скоростные силовые качества. И если посмотреть на ребенка 12-13 лет, например, то есть в сравнении с мелким, они очень скоростные дети. То есть вид спорта очень скоростной. И технический, и очень красиво технический. Потому что без, ну, хорошей техники оценку получить от судей практически невозможно. Из взрослых каратистов сильно выступил барнаулец Роберт Утков. Все свои поединки закончил досрочно. 8-0, 10-2, 9-0. Причем финал длился всего 28 секунд. Из алтайских тренеров лучшими стали Алексей Юдаков-Ребриха и Владимир Каташев-Бийск-Дюсыша-2. Их воспитанники завоевали по три золотых награды на турнире «Алтайский медведь». Параллельно здесь прошел и чемпионат Сибири по карате. Вашему вниманию раздетые чиновники. Так надо. Ведь это спартакеада муниципальных служащих. Плавание. Истафета 4 по 50. Кто как может, с любой скоростью доплыли все. Победила команда аппарата администрации Барнаула. Остальные выступили достойно, как говорится. Кроме того, сборная первого эшелона городской власти победила на днях и в разновидности баскетбола стритболе. Ну, ощущение, конечно, бодрое. Есть желание совершенствоваться, обогнать городскую команду. Почему городская побеждает всегда во многих видах? Ну, как мне сказали, городская, там выбор из тысячи человек или район выбирает из ста человек. Понятно, что можно там до 100 более подготовленных, что ли, подобрать. Лицо недели самое популярное в футболе, а может и во всем спорте. Дэвид Бэкхэм дебютировал в составе французского клуба PSG. 37-летний полузащитник вышел на замену в игре 26-го тура чемпионата Франции с Марселем. На 91-й минуте встречи англичанин отдал передачу Жереми Менезу, после прострела которого отличился форвард PSG Ибрагимович. Матч так и завершился со счетом 2-0 в пользу парижской команды. Кто не слышал, Бэкхэм заключил контракт с PSG на 5 месяцев, ну пока в чемпионате США перерыв. Вся зарплата английского игрока пойдет на благотворительность. Последний гол, он трудный самый, кто забивал, тот это знает. А Бэкхэму все не сидится, а вдруг и за ним следят из-за границы. Пролетели несколько минут нескучного спорта, ищите нас в интернете или ждите следующего вторника. То ли еще будет. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова